МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Весь город встал, все опаздывают на работу. Такое ощущение, что не было никакой подготовки. Резкая смена погодных слоев. Мы готовились. Всю ночь, с двух часов ночи была уборка. В принципе, дороги сейчас чистые, но, конечно, ввиду того большого сигнопада действительно идут большие пробки. Астер Натальевич, это ваша первая зима в роли Акима города. И первое испытание. Мы желаем вам, чтобы вы достойно вышли с этой ситуацией. По словам представителей коммунальных служб, на сегодняшний день в столице на уборке снега задействовано 400 единиц техники и столько же дорожных рабочих. Как нам стало известно, еще с 13 октября их деятельность переведена в усилийный режим. И работы ведутся как днем, так и ночью. Мы работаем в круглосуточном режиме. Подметально-уборочная техника у нас работает с нуля часов до 12 дня. С 12 дня он работает до 24. Снегоуборочная техника, это лаповые погрузчики, они работают с 20.00 до 8 утра. С 8 утра и до 20.00. Причину большого количества неубранного снега и, как следствие, массовых пробок, они объясняют капризами погоды. Выпало снега больше, намного больше, чем, допустим, ожидалось. Сотрудники КАЗ «Гидромета» также отмечают, что объем осадков в ноябре значительно превышает норму. Месячная норма осадков за ноябрь 28 мм. На сегодняшний день уже выпало 32 мм, что составляет 114% отклонения от нормы. Соличные водители столкнулись с проблемой выезда из своих дворов. Причиной тому стал снег, который шел всю ночь. Многим горожанам пришлось самостоятельно брать руки в лопаты и расчищать себе путь. Машины, которые находились во дворе, вообще никто не вышел. Во дворе все замело, вот это что, в дворы вычищались. Это можно было предвидеть, но заранее как-то принимать какие-то меры. По словам сотрудников Астана Тазалык, за расчистку жилых дворов отвечает Акимат. Мол, городские власти находят и нанимают подрядные организации, которые убирают жилые кварталы. Компетенция же коммунальных служб – следить за порядком на центральных и магистральных улицах столицы.